Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Минске в нынешнем году празднует десятилетие Возрождения. Впервые духовная жизнь на этом месте забила ключом у источника в Крупцах в далеком 1612 году. Тогда, в нелегкое время, когда униаты отобрали у православных все храмы в Минске, здесь, в предместе, явился чудотворный образ Крупецкой иконы Божией Матери. В честь образа на территории Покровского прихода освящен Малый Храм. Сразу после Покрова наш приход празднует второй престольный праздник Крупецкой Божией Матери. И, кстати, в этом же году отмечается 405 лет явления чудотворной иконы Божией Матери здесь на источнике. Почему здесь и храмы появились. Мы отмечаем в этом году 25 лет братства, православного братства, честь этого архитектега Михаила. 10 лет возрождения Покровского храма. Это основные праздники этого года. На престольное торжество возрожденный Покровский храм в Крупцах был забит верующими под завязку. Праздник Покрова Божией Матери – один из самых любимых в народе. В этот день святых христовых тайн верующих причащали из четырех чаш. В конце службы представитель патриарха Московского и всея Руси Кирилла в белорусском экзархате, архимандрит Вастиан Змеев, поздравил верующих с престольным торжеством. Напомним, что в этот день в Беларуси празднуют и День Матери. И не случайно выбран именно этот день, день 14 октября Покрова Пресвятой Богородицы. Сам Господь Иисус Христос, страдая на кресте, сказал Иоанну Богослову, «Се мати Твоя, мать и се сын Твой». В этих словах мы видим как раз основание того, что Царица Небесная является Матерью, по благодати Матерью всех нас. Она как родная мать молится за нас и спрашивает молитву Господа Бога, чтобы Он ограбил нас от всех видимых и невидимых врагов, от искушений, бед и скорбей и даровал нам все необходимое для нашего спасения. По традиции на престольный праздник совершают крестный ход. И впервые в этом году он прошел по специально обустроенной Покровской стежке. Тропинку, которая сейчас словно обнимает приходскую территорию по всему живописному периметру, благоустраивали и простые прихожане, и братчики из братства архистратига Божия Михаила при Покровском приходе и сестричество прихода. А идея появилась после посвящения Дивеева про образ икона Дивеевской канавки. Поэтому есть возможность пройтись, помолиться, Божьей Матерью попросить ее зашить ее Покрова. К престольному торжеству в последнее воскресенье октября готовится и криптовый храм в честь новомучеников и исповедников земли белорусской. Там же, в крипте, уже доступна и выставка, посвященная подвигу новомучеников. Часть ее на Покров была размещена и на прихрамовой площадке. А 4 ноября братство архистратига Божия Михаила организует в Покровском приходе конференцию, посвященную столетию подвига стояния за веру в смутные времена революции и последовавшей эпохи преследования Церкви Христовой на наших землях. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Минск. Беларусь.